МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Трагедия в Минской области. От взрыва снаряда погибли двое детей. Еще один 11-летний мальчик пострадал. Он госпитализирован с различными травмами. Несчастный случай произошел недалеко от деревни Вешевка в Березинском районе. Ребята играли на вспаханном поле, где и обнаружили опасную находку. При каких обстоятельствах взорвался предположительно снаряд времен Великой Отечественной войны, выясняет следствие. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Расследование взято на личный контроль руководства Следственного комитета Беларуси. Новые подробности произошедшего в следующих выпусках. И к другим темам. Создание совместных предприятий и углубление сотрудничества. В Беларуси с рабочим визитом находится делегация Орловской области. Гости из этого российского региона еще накануне посетили Могилев. Здесь изучался белорусский опыт в развитии промышленного и сельскохозяйственного производства, социальной сферы и работы ЖКХ. Сегодня конкретные проекты сотрудничества будут обсуждаться в Минске. Губернатор Орловской области проведет ряд важных встреч, в том числе в белорусском правительстве. Потенциал у нас очень высокий, потому что продукция Беларуси пользуется огромным спросом территории Российской Федерации, в частности в Орловской области. Качество очень высокое. Мы должны выработать необходимые точки соприкосновения, найти эти точки роста и договориться о создании совместных предприятий. Первые часы нахождения в Минске делегация Орловской области Российской Федерации начала с участия в памятном церемониале. Венки и цветы были возложены к подножью монумента и к вечному огню на площади Победы. В Беларуси и Чехии развивают политический диалог. Очередной шаг укрепления парламентского взаимодействия. В эти дни в Праге принимают делегацию белорусских депутатов. Отмечу, на фоне активизации политического диалога между государствами происходит рост экономического интереса к нашей стране. Поэтому не случайно, что основой будущего сотрудничества стороны договорились считать именно финансовую составляющую. Белорусы уже передали чешским партнерам пакет перспективных инвестиционных предложений. На экстренную встречу сегодня соберутся главы МВД и Минюстов стран Евросоюза. Они будут обсуждать, как обеспечивается безопасность и что нужно предпринять, чтобы в Европе не повторилась брюссельская трагедия. Напомню, в терактах 22 марта погиб 31 человек, ранены около 300. В ходе расследования нападений на Брюссель удалось установить личности двух смертников. ДНК одного из них, Наджима Лашрауи, подорвавшегося в аэропорту Брюсселя, совпало с образцами, найденными на бомбе, которую использовали ранее при терактах в Париже. На этом фоне появились сообщения о том, что исламское государство подготовило до 600 боевиков для совершения терактов на территории ЕС. Польша больше не намерена принимать беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. В правительстве республики заявили, что кабинет министров не может допустить, чтобы события, которые сейчас происходят в Западной Европе, перенеслись на территорию их страны. Тем временем защитники миграционной политики раскритиковали высказывания канцлера Германии Ангела Меркель, которая вместе с британским премьером Дэвидом Кэмероном призвала к незамедлительному возвращению нелегальных мигрантов в Турцию. Оба политиков подчеркнули, что пока Анкара выполняет не все обязательства перед европейскими странами. В Китае в результате аварии на шахте погибли 19 горняков. Трагедия произошла в провинции Шаньси. Всего в момент инцидента под землей находились 129 человек. 110 из них удалось выбраться на поверхность. Сейчас на месте идут поисково-спасательные работы. Другие подробности происшествия пока неизвестны. Добавлю, на небольших шахтах Китая трагедии со смертельным исходом происходят часто. Китайская администрация по безопасности труда намерена закрыть около 5000 таких опасных для жизни шахт. Сотни британских фермеров вышли на улицы Лондона. Люди недовольны государственной политикой в сфере сельского хозяйства. Они несли плакаты с призывом к правительству обратить внимание на плачевное состояние аграриев. А чтобы акция была более эффектной, протестующие привели на демонстрацию животных – овец и коров, в спины которых украшал британский флаг. Фермеров беспокоит падение закупочных цен на мясо и молоко. Убытки несут также производители зерна. Многие на грани разорения. В США недалеко от Сан-Франциско обнаружили пропавший почти 100 лет назад американский военный корабль. Судно ВМС США покинуло Сан-Франциско в 1921 году и пропало по пути на Гавайские острова. На борту находилось 56 офицеров, а также члены экипажа. Впервые обломки корабля обнаружили в 2009-м, примерно в 50 километрах от Сан-Франциско. Однако тогда их принадлежности не удалось установить. Теперь же исследователи официально подтвердили, что найденные останки принадлежат исчезнувшему в прошлом веке судну. По одной из версий, корабль разбился и утонул во время шторма. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. Самый масштабный этап комплексной проверки боеготовности вооруженных сил Беларуси начался сегодня. Продлится он до 1 апреля и пройдет на территории всей страны. Всего будут задействованы около 7 тысяч военнослужащих, более 110 единиц техники и запаса призваны более 600 человек. Отрабатываться будут вопросы комплексного огневого поражения, ведения разведки, радиоэлектронной борьбы. Для практических мероприятий приступили к выполнению задач по предназначению силы немедленного реагирования, которые также получили задачи с выходом на различные полигоны и совершение марша на незнакомые участки местности. Протяженность марша будет доходить до 1000 километров. Около 150 больных туберкулезом переведут на видеоконтролируемое лечение. С помощью интернета врачи смогут следить за приемом препаратов пациентами. Больным не нужно будет ежедневно приезжать в медучреждения. В целом Министерство здравоохранения планирует за ближайшие 20 лет снизить смертность среди больных туберкулезом на 95%. Отмечу, на сегодняшний день на 100 тысяч населения приходится более 30 больных. Добавлю, сегодня в мире отмечают день борьбы с туберкулезом. Святой пасхальный тридиум начинается у католиков. Сегодня Великий Четверг. Утром в соборах проходит особое месо освящения мира, а вечером литургия воспоминания Тайной Вечери. Во время службы состоится традиционное омовение ног 12 мужчин в память о том, как в этот день Иисус проделал такой же обряд с учениками. Ритуал символизирует духовное очищение. В этом смысл последних дней Страстной недели перед Великим Праздником Пасхи. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by, репортаже, эфирное видео. Всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 13.30. До встречи в эфире.